Но если судить по тому содержанию, которое есть в официальных релизах, то в принципе особых различий нет. И там и здесь содержится призыв завершить переговоры с заключением мирного соглашения. И там и здесь содержится призыв покончить с этим бессмысленным конфликтом. И там и здесь подчеркивается готовность Соединенных Штатов по мере своих сил и возможностей способствовать этому процессу. Поэтому я принципиальных различий не вижу в текстах. Я полагаю, что относиться нужно серьезно, потому что речь идет о письме мирового гегемона о президентах Соединенных Штатов, который все еще является мировым гегемоном. Если кто-то в этом сомневается, я советую обратиться к теме, согласно которой все сегодня ожидают исходов выборов Соединенных Штатов, чтобы в соответствии с этими итогами коррелировать и корректировать собственную политику. Поэтому к этому надо относиться очень серьезно. Я не вижу причин, не относиться к этому серьезно. Но понятно, что Байден пытается в очередной раз под занавес своего управления стороной напомнить сторонам армяно-азербайджанского конфликта о собственных обязательствах, взятых в том числе перед США, покончить дело миром и прекратить этот бессмысленный конфликт. Я вижу полную готовность с армянской стороны подписать мирный договор. Это уже однозначно понятно из ответа Николы Пашиняна и из общей логики процессов. Азербайджан также понятно, что подписывать этот договор не собирается. Я говорил об этом неоднократно. И как минимум в этом году договор подписан не будет. Я не думаю, что Азербайджану сейчас за это что-то будет, потому что, как я уже сказал, администрация Байдена — это уходящая администрация. И вся ставка Алиева, который провел с этой целью два раза очередные и неочередные президентские и парламентские выборы — это потянуть время. Потянуть время до той поры, пока станет ясно, кто будет следующим хозяином Белого дома. И здесь понятно, что Алиев очевидным образом делает ставку на возвращение Трампа. Поэтому я не думаю, что сейчас это письмо окажет какое-то воздействие. Несмотря на то, что вчера в Европарламенте звучали довольно-таки громкие заявления и очень четкие оценки, как КОП-29 использует Азербайджан против Армении, но, к сожалению, никаких реальных шагов до сих пор мы не видим. Если мы будем провести параллели с режимом Алиева и с режимом Путина, то там очень много совпадений. Но так как международное общество относится к Путину или режиму Путина, нет ничего сравнивать, как они относятся к Алиеву. Вот в чем проблема. Потому что даже в нарративах, которые они используют против Европы, против так называемого коллективного Запада, это все те же нарративы. Но, к сожалению, шаги, предпринимаемые против таких режимов, они совпадаются. Так что да, Азербайджан проведет эту конференцию, и Алиев будет использовать эту конференцию не только против Армении, не только для своих агрессивных действий после этой конференции, а еще и против внутренних критиков. Потому что за последние месяцы Алиев задержал всех тех, у которых еще была храбрость что-то написать или как-то высказываться против режима Алиева. И если вы посмотрите на Ариали, то четко увидите, что, с одной стороны, Алиев не хочет никакого мирного договора и очень четко выражается насчет этого. С другой стороны задерживаются все те, которые говорят, что может быть доброе соседство с Арменией, могут быть нормальные отношения. Все те люди, активисты, которые как-то говорят за счет мира, они сейчас в тюрьме, у них нет шанса выйти из страны. Так что Алиев всеми методами не допускает мира в регионе. И КОП-29 будет просто использован режимом Алиева, чтобы снова показать, что они хотят решать вопросы путем войны, путем угрозы войны. И они хотят нормализовать это. Так что я думаю, что это очень опасная тенденция. И, к сожалению, в коллективном Западе этого не понимают. И просто ограничиваются заявлениями и речами. Но реальных действий, к сожалению, мы не видим. Все, с которым сейчас имеют место, он очень странный. Обычно, когда заключается мирное соглашение, оканчивается война, в стороны встречаются, берут переговоры и создается план по подписанию мирного договора, по разграничению границ. И создается какой-то ответ на все эти вопросы. У нас эта ползучая капитуляция, она продолжается уже несколько лет. После войны уже прошло 4 года. Мы видим 4 года ползучая капитуляция. Не можем, Юрий, на какой карте расправить на эти границы. Алиев говорит, что он не отступит. Никакой алматинской декларации он не признает. А нам говорили, что это будет по алматинской границе на США. Он этого не признает. Говорит, мы отступать не будем. Мы уступили в Киранте, ничего не получили взамен. То есть так переговоры не ведутся. Непонятно, будут ли еще уступки территориальные. Что будет с Тигранашеном. Один из главных вопросов, что будет с этим коридором. Какой будет статус этого коридора. Какие силы там будут представлены. Нам ничего не говорят. Нас держат в полной темноте. И каждый раз мы сталкиваемся с решившимся фактом, что уже что-то уступили, уже что-то отдали. Так что, что говорит, я не знаю. О каком порядке идет речь. И на основе какой карты, на каких линии будет проведена граница. Получается так, что Азербайджан просто делает это так, как он хочет. Все, что он захочет, он заберет. И наше, так называемое, руководство все уступит. Я никакой другой информации у меня нет. Мне кажется, что нас обманывает эта группа. Потому что как раз движение началось именно из-за этого, чтобы не позволить, чтобы продолжали делать односторонние уступки без какой-либо ясности относительно того, где будут проходить границы. Какой окончательный план. Но нас обманули. Да, общественность обманывает. У этой группы вообще такая манера обращаются со общественным мнением, со своим народом. Они постоянно что-то прячут, недоговаривают, говорят неправду, откладывают, не выполняют своих обещаний, сами себе противоречат. Они постоянно, то будет война, то не будет войны, то мы должны уступить, но все равно война будет. То нам Запад поможет, то Запад нам не помог, то с Россией все будет плохо, а то после России все будет хорошо. Они просто не знают, что такое политика, что такое внешняя политика, что такое переговоры, как вести переговоры, как заключать международные соглашения. До них это не доходит. И они нас обманывают. Мне кажется, их цель просто остаться у власти. То есть мы уступили, сделали как они хотели, они ни сантиметра не уступили нам. То есть это просто подкидывает уступки противоположной стороне, чтобы остаться у власти, чтобы не было конфликт, не было нападения пока. И получает от Запада уверение, что Запад морально-политическое давление окажет на Азербайджан, чтобы сдержать его, чтобы он остался у власти. А народу говорит, что у нас мир. Это не мир. Это продолжающееся сползание к уничтожению Армении, к демонтажу Армении. Ведь идет уже об изменении Конституции, об ограничении вооруженных сил. Они уже говорят, представительство группы, что нам и армия не нужна, что нам нужно просто петь песни про любовь. Это просто смешно. Это превратилось в какую-то комедию.